Это Таиланд Страна тысячи улыбок Наше путешествие начинается здесь, в международном аэропорту острова Пхукет Ну, все это впечатление тяжело вообще переоценить Мы летели, садились через сплошную пелену вот такого белого молока на улице Вот, собственно, сейчас камеру поверну, видите, что вот такое вот Интересно, но при такой дождливой погоде в автобусе просто необходим кондиционер Идет дождь, но при этом тепло и чувствуешь, что находишься в тропиках, недалеко, в общем-то, от экватора Кажется, что первое впечатление о стране возникает уже тогда, когда ты обращаешь внимание на то, кто с тобой в эту страну летит И вот, мы первый раз в Таиланде, и видно, что контингент здесь несколько отличается от Мальдив или Турции Здесь, безусловно, больше молодежи, и чувствуется другая энергетика И мы здесь в числе туристов старшего, так сказать, возраста В нашем номере были кухонный уголок и закрытая дверь в смежный номер Санузел с удобной ванной, биде и большим зеркалом Там же, в санузле, почему-то находились одежные шкафы и сейф Из уборной зачем-то сделано окно в спальню Но и из спальни соответствующий вид Большая двуспальная кровать с очень дешевым матрасом, который мне совсем не понравился И украшение номера Просторный балкон с видом на бассейн и сад Мы не стали сильно задерживаться И сразу же, как бросили вещи в номере, пошли решать первые три квеста Первый квест – найти обменников, поменяют доллары на баты Второй квест – купить симку Для того, чтобы обеспечить себя связью на острове и интернетом И третий – найти, где пожрать Ну, такие тут обалденные закаты Красота Сегодня мы на море, наверное, не пойдем Ну, просто уже совсем-совсем поздно Хочется кушать и все такое Но чуть позже, я думаю, что мы пойдем Лобстеры Прибрежная туристическая зона больше всего напоминает такое восточное Люденис Где очень много всяких кафешек и инфраструктуры, заточенные на туристах То есть, обмен валют Собственно, кафе Всякие массажные салоны Все это просто вот одно за одним И целая улица И все это вот напротив буквально воды И ты идешь, вот тебе как бы предлагают какие-то услуги постоянно Дорога Да-да-да-добаланс шести тут как раз собственно и начинает тропинки волшебных полян на шее кулончик имьян коляна внуляет нули к нулям колян замечена рисунках инопланет каждый дом пусть это будет традиции николас или разработчики кока-кола никола новая форма смотрите так выглядит человек указал день рождения который на курорт 6 часов утра никаких тортов зато первое утро в таиланде мы сразу решили провести с максимальной пользы для души и социальных сетей ну то есть мы отправились на фотосессию впечатление не заставили себя ждать начнем с того что не понравилось пляж корон своей северной части грязнова заливное то ли озеро то ли канал откровенно портят картинку как и мусор в траве там где пляж благоустроен его с утра чистят и приводит в презентабельный вид а так только место где вода омывает скрипучий песок подходит для фотосессии остальное просто забыть мы не раз видели как девушки фотографировали себя стараясь избежать мусора в кадре теперь о хорошем чистая теплая вода космической красоты волны скрипучий песок и восхитительный вид над водой с утра золотой час на короне царит уединение корон один из самых крупных пляжей острова пхукет его протяженность более трех километров пляж расположен на западном побережье острова в 45 километрах от международного аэропорта пхукет корон является вторым по величине центром отдыха после пляжа потонг сегодня просто чудесная погода настолько чудесная что мы даже немного боимся сгореть на небе облаков ну наверно процентов 10 может быть 20 местами а так абсолютно чистое голубое небо действительно с нашим приездом погода тут сильно поменялось ну судя по тому что мы читали в чате специализированном об пхукете там народ буквально последние две недели очень сильно страдал от дождей но мы как обычно приехали провести хорошую погоду я взял курицу в кешью для того чтобы сравнить с тем что делает дин я сижу заливаю слезами это просто я попросил но спайси у меня все горит в общем традиционное видимо тайское блюдо но спайси не делается единственное что спасает этот маракуйни шейх которыми я немножко так болеваю и как-то слезы проходят ну это просто кошмар первая бесплатная экскурсия конечно большой прикол на ресепшн пришел мужик назвал две фамилии идите по списку пройдите вот туда посадили у нас вот такой вот автобус красиво нормально вот ни слова не говоря у нас куда-то везет куда привезет хрен его знает так вообще прикольно я надеюсь что мы сейчас приедем туда-никуда там будет человек который нам объяснит вообще смысл все происходящее вот а только ну пока выглядит довольно-таки хаотично откровенно говоря мы просто пожадничали и согласились на бесплатную экскурсию по городу но из этого тоже получилось небольшое приключение о котором мы вам с удовольствием расскажем что это такое и стоит ли ее брать вас везут на комфортабельном автобусе в государственную аптеку где рассказывают о чудесах тайской народной медицины и предлагают купить снадобье на все случаи жизни ценник прямо скажем кусается его супруга являлась его личным телохранителем серьезная такая дама да она владеет серьезными боевыми искусствами имеет прям военные звания на маршал то есть такая дама серьезная взяла его в ежовые рукавицы короче как бы это не было смешно выглядит это вот совершенно в точности как турция вот просто в турции нас провезли в какую-то винодельню где нам рассказали что под утронажем государства здесь значит производят какое-то элитное супер супер цветочное вино вот мы такие так как это был первый раз на различную уж такие вау тип офигеть крышуете самим там риджетом и драганом и в общем мы там пару бутылок вина ни о чем в общем то совершенно не жалеем но комизм ситуации в том что ну действительно мы слышим вот абсолютно в точности идентичные слова просто должность другая в турции это был президент а вот правительство а здесь это королевская семья вот ну круто реально круто прям настраивает на покупательский лад дальше вас отправляют совсем на другом обветшалом автобусе на гору к большому будди что из себя представляет эта локация мы хотим вам показать что ли мы таки добрались до биг будды мы даже его поп увидим где-то вот тут вот но всего полчаса что тут можно увидеть я не знаю сейчас попробую ближайшего секьюрити спросить тут по-моему нет никаких секьюрити тут по-моему одни таксисты и туристы больше нет никого и вот собственно ради чего мы приехали. Вот, сейчас я вам переверну камеру. Вот, собственно, Биг Будда. Здесь место для селфи, для десятков людей. Большой Будда Пхукета, или Великий Будда Пхукета, является большой статуей Моравии Будды на Пхукете. Находится на вершине холма Накрет, недалеко от Челонга. Его строительство началось в 2004 году. Это третья по высоте статуя в Таиланде. Статуя изображает Будда Шикхе Муни в сидящем положении. Она имеет высоту 45 метров и ширину 25 метров. Она сделана из бетона и покрыта берманским белым мрамором. Мы благодарим вас за просмотр, друзья. Если вы оказались здесь, то, видимо, вам понравились наши съемки. Ставьте лайки, подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропустить следующей серии, которая целиком будет посвящена нашим поездкам по райским островам Таиланда. Субтитры создавал DimaTorzok